Всем приятной жизни, а это шашлык и мы продолжаем играть в XCOM 2. Оля Бузова может выстрелить из снайперской, а из пистолета у тебя сколько? 53, и снайперской 55. Так, ну давай, и снайперской. Оля, Оля. Тебе только дом 2 везти. Ну хоть так. Хоть одного убрали. Так, ну если они сейчас опять в наблюдение станут, то будет здорово, но они не станут. Ну может попромахиваются там. Не, они уже стрелять идут. Ой, хорошо, один промахнулся, это здорово. Если сейчас второй еще промахнется, если нам так фортанет, то я вообще буду... А, во, наблюдение, шикарно. Так, у нас два хода. Два хода, соответственно. Мне нужна Карина. Ага, ты можешь бежать. Все, супер. На следующий ход ты успеешь. Так. Если ты сейчас стреляешь, на следующий ход ты не добегаешь. Зверев. Или кто это? Ага, ты добегаешь. Соответственно, 67%. Надо попадать. Да тварь ты, тупорылая! Катя, Клэп, блин. О, свободное действие, легкий курок. Второй шанс тебе. Во, нормалек. Так, все, наблюдения нету. Хоть тут повезло. Повышение здорово, надеюсь, дальше будешь. Так, ты добегаешь? Нет, не добегаешь. Соответственно, тебя в таком случае надо двигать сюда. Ага, давай. И из пистолета. И из пистолета шмаляй по этому чуваку. Красава! Майя Коша. Так. Повышение здорово. Так, все, бегом спасать этого странного випа. Ой, господи, как тяжело. Бегом сюда. Энцевиво. Давай эвакуируйся. Мой я касса. Мой я касса, да. Все, нам сейчас надо улетать и мы сейчас улетим. А, ну не сейчас, в смысле, сейчас еще эта вафля сходит. Все, ничтяк. Ну, пришельцев там, видимо, нет. Да, я понял, что в точку эвакуации. Все. Блин, а кстати, вот могли бы, если как бы, ну, все у меня могут эвакуироваться, могли бы типа автоэвакуацию какую-то. Так, мне главное вот это вот. Так, ты вместе с випом эвакуируешься, да? Да, все, ништяк. Ну, извините, что мы там никого не пробурили, но пробурим обязательно. Вот, просто... Как-то вообще не весело у нас получается. Блин, какие тяжелые миссии пошли. Вы просто не представляете. Просто какая-то дикий вообще трэшак, ужас и садамия. Хрен вообще, что разберешь. Так, ну ладно. Все, безупречно, здорово. Без ранений, всех убили. Все, безупречный ранг, шикарно. Вот так вот. Сейчас все повышения получат. Никто не... Ну, там все не все не знаю. Но, в общем, кто-то по-любому получит. Никого не ранило. Вот это шикарная миссия. Шушек, нельзя сделать, чтобы они по-русски базарили. К сожалению, русской локализации, ну, именно озвучки XCOMO2 нет. Разработчики не сделали. Как я сделаю? Субтитры я стараюсь большую часть зачитывать, ребят. Ну, если что-то не зачитываю, если вам что-то интересное, вы можете всегда на паузу поставить и прочитать. Вот. Так, ладно. Поехали на базу. Все, безупречная миссия есть. Шикардосно просто. Отлично. Так, повышаем. Ты у нас кто? Протокол лечения, естественно. Спец вообще начальный. Ты у нас кто? Мастер клинка. Чтобы нормально. Так, зви... Ооо, а вот это что-то новенькое. Один на один. Что это такое? Способность раздача лучше всего работает на позиции в гуще боя. Предоставляю в Ишоке и шанс попасть сразу в несколько целей. Опа. Выстрел из пистолета один раз по каждой видимой цели. Вау, 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 вау. Так, а что такое зона поражения? Ответный выстрел по противнику, который попытается двигаться или стрелять, находясь в зоне врага. Возможно сделать столько смертельных выстрелов, сколько позволит боекомплект. Она предоставляет общий вид, даже у Суса нет способности дальнее наблюдение. Слушайте, а прикольно! Я все-таки зону поражения возьму, потому что это считайте у него... Ну, это считайте он по всем будет стрелять, правильно? Ну, пистолет мы Карине возьмем, когда она прокачается. У нее блатной пистолет с огненным этим, с поджигалкой, так что... Мариан Хашим, захваченный ВИП, так хорошо. Немало ценных разведданных. Солдат восстановился, Катя Клэп, здорово. Так вот, вернемся теперь это. Нам нужно срочно наладить связь с сопротивлением. Да мне насрать на вашу поставку, блин, материалов. Мне контакт надо установить. А то мы сейчас проиграем. Вы мне здесь про материалы, блин, говорите. Что за дегенераты у меня в командовании там сидят? Просто. Есть! Контакт! Нам надо этот протокол аватар, че фантом, че шо там уничтожать. А не материалы собирать. Тоже мне, блин, красавчики. Так, все, есть контакт с еще одной этой. Так, и теперь нам надо этот, таинственный незнакомич. Не, мне вот эту надо миссию. Так, штурмовать объект. Так, ну, Оля Бузова, ты извини, но ты не пойдешь на это задание 100%. Бля, а больше некого. А больше реально некого. Не новобранца же брать. Так, произвести предметы. Ну, давайте тогда винтовку сделаем. Магнитная пушка нам не нужна. Ну, наверное, тогда магнитный пистолет тоже надо сделать. Все, ну, улучшенные гранатометы Гремлин пока нам не нужны. Хотя, может быть, Гремлин. А ну-ка, че Гремлин дает? Гремлин является улучшенной версией способности специалистов к глому и другим увеличивается по мере того, как... А, ну, то есть, бонус ко взлому. Ну, ладно, Гремлина возьмем. Все равно может пригодиться. Так, все, сейчас поедем этот самый. Поедем менять, значит, тебе оснащение. А, он сразу Гремлина второго взял, да? Ну, пушка, у тебя этот... Вот кевларовый броньку бы еще поменять. Так, ладно. А, у них уже у всех винтовки стали более блатные. Так, этот самый. Винтовки-то более блатные. А улучшить-то их надо. А, свободная перезарядка остается. Ух ты, лолка. Модифицированный и расширенный магазин. Шанс крита 5 плюс 10. Урон при промахах. Мгновенные убийства. Давайте мы лучше урон при промахах на этот самый добавим. Так, здорово. То есть, мы можем улучшить оружие. Так, еще. Давай тебе шанс крита добавим. Вот. Так, а Каринке? У нее, по-моему, нет мгновенной перезарядки. У нее меньшинность. Поэтому мы увеличим магазин, чтобы ей реже перезаряжаться нужно было. О, ништяк. Ля, мы тут можем еще всякие камуфляжи, оружие давать. Но я этой фигней заниматься не буду, честно говоря. Ну, может быть, потом, когда уже у нас будут топовые пушки. Но не сейчас. Так, еще. Этот самый. Пистолеты у вас. Оснащение. Пистолеты у вас. Ага, уже магнитные, да? Все, то есть, нормально. У тебя медпакет, кстати, есть, да? Так, у тебя трассирующие пули повышают меткость. Ну, здорово. Так, а у Кариночки пули этот самый. Сложность экстремально сложна. Ребята, вы видели сложность? Ох, сейчас что-то будет. Ну, мы вроде бы экипировались. А ну-ка, произвести предметы. Мы броню никакую не можем сделать. Нет, к сожалению, пока мы броню не открыли. Ну, ладно. По оружию мы все открыли, что я хотел. Теперь надо броню открывать. Вот. Так, все. Ну, я думаю, с таким экипом мы должны будем затащить. С таким экипом мы должны будем тащить. Потому как... Ну, а как? И что нам за него дадут, кстати, за эту миссию? Я даже не прочитал, зачем я сюда лечу и что я так рвался. Я боюсь, что Аватар победит. Мы собираемся уничтожить хорошо охраняемый комплекс ответа. Разведданные сопротивления говорят, что этот объект задействован в подготовке проекта Аватар. Когда окажетесь на месте, доберитесь до указанной цели и заложите заряды X4. Активируйте их, отойдите на безопасное расстояние и сравняйте цель с землей. Не, я скажу так. Если нету ограничения по времени, то мы победим. Если тут опять 8 ходов или там 12, то тогда нет. Вот так вот я скажу. Но по идее мы штурмуем какой-то завод или что? У нас не должно быть ограничения по времени. Да, слава тебе, господи, у нас нет ограничений по времени. Тогда при грамотном руководстве мы развалим тут кого угодно. Вот так, все, шикарно. Так, ну что ж, продолжим. Надо нам проникнуть сюда. И все тут разнести. Так, ну пойдемте сначала тогда как-нибудь вот так. Ага, вот и первая это. Первая группа противника. А, зона поражения вот так работает. А, я думал она как пассивка у него идет. Ну ладно. Так, ну радует, радует, очень сильно радует, что нету этих. Давай из пистолета. Очень сильно радует, что нету ограничения по ходам. То есть мы сейчас можем спокойно вообще продвигаться. Ага, все понятно. Эти стоят на местах, поэтому мы спокойненько продвигаемся. Где они тут? А, они вообще ушли. О, здорово. Так, Кариночка, подходи сюда. Подходи, не бойся. Выходи. Не плачь, не утонет с речки, высенький твой мяч. Так, это у нас кто? Винтовка, да? Блин. Ага, первый стак куда-то уполз. Так, ну я думаю, нам можно всеми подойти. Я хочу, чтобы они на этот самый, на свой ход нас обнаружили. А не так. Хухры-мухры. Так, задник. Ой. Ой, я не на ту кнопку жал. Так. Задник сейчас мы будем подвигать сюда. Оля Бузова. Так, все остальные пока в наблюдении. Пусть на... Если они на свой ход нас обнаружат, то это ничего страшного. А если обнаружат на мой ход, то вот это плохо. Поэтому нам, как бы, главное, чтобы они нас обнаружили, но... Не на мой ход. Ага, мутончик там. Понятненько. Подводим всех. Так, ну я думаю, раз мы идем по этому фронту, есть резон туда-сюда перебазироваться. Вот, прям вот так вот. Конкретно. Мы сейчас так и поступим. Ой, как я рад, что миссия без ограничителя ходов, ребята. Это просто песня. Так, теперь смотрите, как мы делаем. Тут наблюдение ставим у двух вот этих вот. Да. Теперь, а ты начинаешь агрить. А, не-не-не-не-не-не. Я же хотел испытать у тебя этот. Испытать вот эту штуку. А ну-ка. Зона поражения. Кариночка. Вайпер. Ты только по вайперу можешь, да? Ну, давай. Во, нормально. Сейчас смотрите, что будет. А я не знаю, что сейчас будет. Но я хочу посмотреть, что сейчас будет. Так, что сейчас будет? Так, тут ребята сработали. Есть. Вайпер минус. Этот стреляет. Есть по мутону. Есть. Опа, опять этот стреляет. Слушайте, вот это мне нравится. Зона поражения. Есть. Вот это четкий снайпер. Слушайте. В Икскоме 2 снайперы тащат покруче, чем, блин, в первом Икскоме должен вам доложить. Ребята. Это просто вообще... Это вообще просто имба имбов. Блин, ну вот если бы еще Кариночка сейчас попала... А! Ты можешь зарубить. Давай, выпад. Давай, настало твое время. Выпад. Красава! Вот так вот. Разложили их. Еще и арты. Вот это мне нравится. Вот так бы сразу. Так, ладненько. Я тогда, пожалуй, на этом как раз этот выпуск и закончу. Большущее всем спасибище за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.